здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе на 14 мая и сегодня мой первый материал будет посвящен не совсем боевым действиям а вообще на что рассчитывает обе противоборствующие на украине стороны и соответственно каких результатов и когда они собираются достигнуть ну начнем разбор полетов с украины что-то последнее сообщение которое приходит из украинской стороны о том что они уже в целом понимают что война это надолго более того они понимают что выиграть они ее не могут соответственно они постепенно начинают готовить свое население к тому что она затянется на два-три года вернее так их настраивают их американские британские спонсоры для которой главной задачей является изматывание российской федерации при помощи украины то есть война до последнего украинца и на эту войну они безусловно найдут совершенно любые суммы любое количество вооружений главное чтобы население украины не пала духом и не прекратила этой борьбы план на самом деле хорош но у этого плана есть несколько слабых таких болевых точек первая болевая точка это зима знаете мне кажется что вот сегодня хотя я так понимаю украинские чиновники никогда не думали дальше на 2-3 месяца никто не думает о проблеме что будет зимой потому что все действительно сходится к тому что война зиме не закончится естественно большая часть населения украины столкнется с проблемой выживания в зимний период работники жкх сегодня в массово отправляются в отпуска то есть денег на них нет потому что бюджетные сборы в украине упали буквально буквально в разы соответственно денег ни на что нет и вхождение в отопительный сезон будет настоящим тридером особенно с учетом того что украина в основном раньше закупала тот же самый природный газ который ей нужен для прохождения осенне зимне весеннего сезона у той же россии пусть и через европейские структуры сегодня с этим большие проблемы денег на закупку нет и пока на самом деле европейцы американцы на это денег не дают они дают вооружение но на прохождение осенне зимнего периода они денег не дают это только одна проблема следующая проблема это то что у население украины которые не могут найти добавочных источников дохода они сегодня далеко не всех просто заканчивается день и люди постепенно скатывается в нищету особенно это касается мужчин потому что многие мужчины скрываясь от призыва они не могут выйти на работу и соответственно зарабатывать для семьи деньги тем более что и работы в стране стало намного меньше это же потребление электроэнергии говорит о том что потребление упало в два раза то есть все производства становились и никто у здравом уме естественно их восстанавливать не будет и это еще только часть проблем а следующая очень большая проблема она будет связана с голодом в этом году голод украине ну пока не грозит почему во первых а зимы были посеяны и соответственно какая-то их часть будет собрана а для украины на самом деле не так уже много нужно для собственного потребления зерна максимум что оставалось на украине это четверть всего зерна все остальное вывозилось за рубеж более того значительной степени это было фуражное зерно а фуражное зерно в этом году украине тоже будет не нужно потому что все хозяева сегодня вот эти все эти птицы фабрик которые раньше поставляли мясо в европу других животноводческих ферм они уничтожают птицу и скотину потому что понимают что иначе деньги они своего бизнеса не вытащат именно по этой причине сегодня например на украине с мясом проблемы нет но именно по этой же самой причине в следующем году в стране может начаться голод и чтобы эту проблему решить на самом деле проблема здесь будет стоять не только в том дадут на это деньги нет а на самом деле в мире тоже проблема с продуктами питания назревает и вообще голод грозит во всемирном масштабе не случайно вот буквально на днях первые серьезные бунты шри-ланке по сути речь идет о даже не революции а бунтах и я не знаю удастся ли правительство с этим всем совладать и это только начало а дальше будет хуже осенью будет еще намного более хуже ну ладно бог с ним найдут они на это деньги проблема в логистике как это все завести в страну которую нужно будет банально кормить десятки миллионов людей особенно строю которая отрезана от моря а железнодорожное сообщение с европой на которую на первую те рассчитывать она имеет слабое место это разная колея европейской и украинской железнодорожной системы соответственно большой объем грузов здесь провести быть не может от бензина в стране уже сегодня колоссальная проблема на самом деле вот этот топливный кризис о котором я говорил буквально месяц полтора назад о том что обязательно нагрянет весной он уже существует он уже по факту есть бензин стоит космических денег более того найти его очень и очень трудно а дальше будет только хуже соответственно уже развозку завозку и перемещение жизненно необходимых товаров по территории украины автомобильным транспортом организовать будет невозможно а дальше появляется еще одна проблема это перезагрузка атомных электростанций топливом как это сделать с учетом того что половина топлива на атомные электростанции поставлялась из россии и все эти вместе взятые проблемы говорят о том что официальный киев соответственно лондон и вашингтон когда говорят что киеву удастся продержаться 2-3 года они очень большие оптимисты даже есть никаких военных поражений серьезных катастрофических не будет продержаться 2-3 года для официальной киевской власти это говорят игроки да еще тот квест тем более что все это очевидно будет усугублено военные поражениями которые в том числе мы сегодня видим на донбассе и я абсолютно уверен что это будет не последнее поражение в этом году и все это в том что в на самом деле среднесрочной долгосрочной перспективе повторяю независимость того что там будет происходить на фронте киевский режим обречен по экономическим и социально-экономическим причинам я думаю что москва не будет педалировать эту тему не будет его пытаться сносить всеми возможными способами в этом году почему а вот об этом мы с вами поговорим уже в следующем материале который я собираюсь выпустить завтра утром на этом по этой теме на пока все до свидания и думаю до вечера когда я планирую выпустить свою традиционную военную хронику ну и также пользуясь случаем конце хочу сказать что вчера вечером я открыл сообщество в к планирую дальше теперь свои ролики размещать не на вк своей личной странице а в сообществе века который называется мир сегодня с юрием подолякой также здесь пользуясь случаем я перечислю все свои официальные каналы которые действительно относятся ко мне потому что часто задают вопросы юрий что вы там на своем канале разместили а зачастую это не мои каналы то есть исключительный перечень тех каналов которые я контролирую вы увидите в текстовой строке под данным видео которым сегодняшнего дня присоединилась и мое официальное сообщество вконтакте все теперь все заявления сделаны до свидания то бишь до вечера